Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Северного потока-2. Вчера европейские и российские СМИ опубликовали решение регулятора Федерального сетевого агентства Германии приостановить процедуру сертификации газопровода Северный поток-2. Данное решение вызвало в целом негативный отклик в правящих кругах Германии и среди бизнес-элиты, заинтересованные в увеличении объемов поставок сравнительно дешевого российского газа на европейский рынок. Новое уже очередное препятствие на пути к запуску газопровода многие успели объяснить наличием политической подоплевки, хотя российские власти, по словам Дмитрия Пескова, не находят к этому оснований. Тем не менее, на данный момент известно, что сертификация Северного потока-2 официально приостановлена по юридической причине, а именно из-за того, что оператор проекта, компания Северный поток-2, зарегистрирована в швейцарском городе ЦУК в соответствии с требованиями немецкого законодательства, не изменила свою организационно-правовую форму и не передала имущество своей дочерней компании, зарегистрированной в Германии. Поскольку сам газопровод проходит по территории Германии, то для защиты интересов кредиторов компания, которая будет эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание газопровода, должна иметь на своем балансе имущество, а не быть пустышкой, владея лишь ручкой и листком бумаги. Странно, что оператор проекта Северный поток-2 ранее не учел данного требования и не выполнил своевременно необходимые организационно-правовые мероприятия. По мнению специалистов, процесс сертификации газопровода займет несколько месяцев и ожидать пуска газа по нему стоит не ранее середины следующего лета. При этом политическую подоплеку для вчерашнего решения немецкого регулятора тоже не стоит исключать. На прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Элизабет Расс выступила против ввода в строй Северного потока-2, а вслед за ней и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал все европейские государства выступить единым фронтом против запуска нового магистрального газопровода из России, заставив русских увеличить объем поставок голубого топлива через газотранспортные системы Украины и Польши. Последние две страны, которые рассматриваются экспертами в качестве наиболее пострадавших от запуска новой трубы, также продолжают по своим дипломатическим каналам давить на Германию с целью затормозить ввод в эксплуатацию Северного потока-2. Есть противники этому и в самой Германии в лице партии «зеленых», которые в минувший вторник подали иск в административный суд Грайбсвальда с требованием пересмотреть выданное ранее оператору проекта разрешение на право эксплуатации к запроводу. Не стоит сбрасывать со счетов, что вчерашнее решение также может быть продиктовано желанием Германии привлечь Россию к разрешению миграционного кризиса, возникшего между Польшей и Белоруссией.